ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как предупреждали нас древние, природа не терпит пустоты. Только ушла на каникулы Государственная Дума, тут же активизировалась перпендикулярная ветка власти. Трудовой ритм в стране задал главнокомандующий нами Борис Николаевич. С утра в понедельник, перед приемом в честь выпускников военных академий, он пообещал не щадить себя. Ну а мы, Серёд Митыч, постараемся маршировать. Маршировал главнокомандующий недолго, но честно. Затем офицеры крикнули в его честь троекратное «Ура!», потом главнокомандующий на всякий случай крикнул «Ура!» сам себе, и началась неофициальная часть. Я поднял бокал! Просьба реализовать его! Как водится в России, под реализацию бокала пошли разговоры за жизнь. Вопросы обороноспособности государства, социальной защиты военнослужащих и членов их семей постоянно находятся у меня в поле зрения. Так было и так будет. Пользуясь случаем, гарант социальной защиты военнослужащих поделился с будущими обитателями гарнизонов своей радостью от завершения ремонта в Кремле. Какая высота Андреевский зал, Александровский зал и венчает Георгиевский зал, которым нельзя не восхищаться и просто здесь фотографии где-то сумеете отхватить. Сколько вечно зеленых миллионов было потрачено из казны на озолочение кремлевских залов, президент офицерам не сказал. Государственная тайна. Но и на глаз видно, что при таком размахе жизнь военнослужащих и их семей улучшится со дня на день. А чем с тобой мне на прощание обменяться, в огнем не глядя, как на пройде говорят. Разобравшись с военными, Ельцин вернулся в рабочий кабинет и вызвал туда же министра юстиции Крашенинникова. Перед беседой с ним президент, не утерпев, дружески поимел журналистов. Почему опаздываете? В коридоре движения, Борис Михайлович. Я не переведу, я 15 секунд, если позже начинаю, это значит плохо. С точки все до 5 секунд. Так, на 9-м году правления выяснилось, что в смысле точности хронометража круче Ельцина только Байконур, где все делается вообще секунда в секунду. Но уж зато в смысле шума, дыма и отстрела от служивших ступеней наш гарант умоет любой военно-космический комплекс. Во вторник все это укращение огня досталось на долю министра юстиции, который с утра пораньше испытал сильнейшие перегрузки прямо в президентском кабинете. И все за то, что до сих пор не запретил коммунистическую партию. В политбюро этой партии командир экипажа когда-то состоял, но у командира это дело прошлое, а Коршенинников за нарушение дисциплины того гляди, вылетит из отряда космонавтов. Впрочем, о его готовности к полету судить еще рано. Мешают погодные условия. Представлено Государственную думу закона о противодействии политическому экстремизму. Какая судьба у него. Примет ли его эта дума или нет. Коршенинников человек тонкий. В плане борьбы с экстремизмом Государственная дума нам первый помощник. Это ежу понятно. Вот соберутся осенью Макашов с Жириновским. Быстренько определят, кто у нас главный экстремист. И можно будет сажать Гайдара. Ты зрячий! Ты сейчас будешь слепой! А бывший министр юстиции, премьер Степашин, провел на этой неделе встречу с Федеральной службой безопасности. Встреча была посвящена грядущим выборам в Государственную думу. В полной решимости защитить демократию от грязных потоков компромата, Сергей Вадимович и его бывшие коллеги договорились, что теперь весь компромат будет централизованно собираться в ФСБ и оттуда сливаться прямо в центр избирком. А уж потом на голову электората. Давайте не так плохо думать о нашем населении, о наших избирательствах, о наших гражданах. Когда они будут знать, что это очевидно ворующий человек, пока, к сожалению, не пойман Назаром, я убежден, что он в Государственную думу, по крайней мере, не попадет. Симпатичное заявление. Особенно в устах бывшего министра юстиции и МВД. Только если не пускать туда тех, кто, очевидно, ворует, но еще не пойман, наберем ли тогда кворум, Сергей Вадимович? С обращением к озадаченному избирателю выступит наш поэт-правдоруб Игорь Иртенев. Пускай твой выбор не широк, зато определен. Одни уж отмотали срок, другим лишь светит он. Кто там не пойман, кто там вор, подскажет ФСБ. Но бюллетень свой в тот зазор совать, дружок, тебе. Какой бюллетень куда не суй, а народовластие не должно прерываться ни на минуту. Внезапно уяснив это, самые народолюбивые граждане поняли, что не в силах дожидаться зимы. Бывший спикер Шумейко уже в конце июля примет участие в довыборах Суглана, Ивенкийского парламента, и в случае победы запросто может стать членом Совета Федерации. Таким образом, я намерен вернуться в большую политику, заявил по этому поводу господин Шумейко. Надо сказать, что путь в большую политику через Ивенкийский Суглан самый низкий. В смысле себестоимости. На территории избирательного участка, где будет пытать счастье Владимир Филиппович, Живет всего 395 избирателей. А после 17 августа ему как раз больше и не подтянуть. А тут дитям мороженое, бабе цветы и вперед в большую политику, Где уже давно трудятся экс-ханты-мансиец Черномырдин и агина-бурят-кобзон. Ивенк Шумейко будет там очень кстати. А в Москве буйным цветом расцветает талант Владимира Жириновского. Ему хорошо и без Ивенков. На прошедшей неделе он отрабатывал свои гонорары борьбой с коммунизмом. Делал это Владимир Вольфович с той же искренностью, С какой раньше боролся с демократией, с сионизмом и всем остальным за что платили. Видимо на этот раз заплатили совсем неплохо, Потому что главный либерал России потребовал выборы отменить, А компартию запретить вовсе. А на митинге был совсем хорош. Многими было замечено, что для лидера партии, Образованный на деньги КПСС, Жириновский рвал красное знамя чересчур страстно. Специалисты считают, что дело тут не столько в актерском таланте, Сколько в неимоверной московской жаре. С комментариями и советами по этому поводу наш добрый доктор Мозговед. Дорогие россияне, На территории нашей родины стоит безумная жара, Которая действует на психику и приводит к психозам. Так совсем недавно в маленькую психиатрическую больницу поступил пациент К, Который вышел из тени на солнце. Стал агрессивным, бросался на красную тряпку, Пытался ее съесть. Он ругался, кричал, Лечь его была бессвязна. Больной К нуждается в лечении темной. Россияне, чтобы избежать подобной психозы, Я дам вам несколько медицинских советов. Не плюйте друг на друга. Клевок не охладит, а повысит температуру. Поливайте друг друга, Но не помоями. Уши от холодной воды не повредит горячим головам. Не капайте на мозги. Они и без того плавятся. Выбирайте теневые стороны. Теневикам легче. Помните, от солнечного удара вас защитит надежная крыша. Будьте здоровы. Но вернемся на исполнительную ветку власти. Большим хозяйственником проявил себя на прошедшей неделе Вице-премьер Аксененко. Он сел в самолет МЧС И прилетел на Дальний Восток, Где своим эскортом парализовал дорожные движения. И все для того, чтобы узнать о нуждах народа. Нигде ничего не выбьет, кроме обещания. Зарплату не платят. А вы разве не знаете? Вот здесь директор. Я ему прямо хочу сказать здесь. Он плохо, значит, делает, что не платит зарплату. Прямо сказать, свезло дальневосточнику. Теперь они знают, что не платить зарплату плохо. Одно это откровение вице-премьера уже окупило керосин, Сожженный им во время перелета на персональном самолете На другой конец страны и обратно. Впрочем, открыв глаза жителям Приморья на проблему заработной платы, Сам Аксененко теперь сильно мучается над увиденным. Вот у меня только один вопрос возникает. Почему в богатом крае плохо живут? Это у меня есть такой вопрос. Почему Николай Емельянович пытал этим вопросом рабочего судоремонтника, А не, скажем, губернатора Приморья Наздратенко, Науке неизвестно. Но вообще было заметно, что с Наздратенко у Аксененко сложилось. Сладкая парочка получилась. А уж самому Евгению Ивановичу вице-премьер понравился настолько, Что он даже начал заговариваться. Значит, Николай Емельянович, Я прошу вас, как руководителя государства, Вести совещание и передаю слово. Самое приятное в этой удивительной оговорке, Кроме аплодисментов, Было то, что Николай Емельянович, Евгений Иванович даже не поправил. Видать, что-то такое Аксененко про себя уже знает. Не остался в стороне от руководства страной И видный районный лидер Виктор Ельцов. Находясь в тайге на сборе подписей В поддержку движения «Отчизна мать», Виктор Семенович сказал, Лично меня уже многие зовут Руководить государством. Давно зовут. Я отовсюду слышу эти голоса, Особенно по ночам. И я склоняюсь к тому, что пора. Пора мне уже. Нельзя терпеть. Надежная защита вашей машины Автосигнализация «Мангуст». Пока Аксененко дружил с Ноздратенко, В Совете Федерации состоялось Очередное заседание Комиссии по борьбе с коррупцией. Комиссия рассматривала два варианта Антикоррупционного закона. Думский и президентский. Но ни одного не одобрила, Решила еще поизучать. Ну ничего, время-то есть. Тем более, что по признанию Председателя комиссии Олега Королева, Цитирую. «Тяжелая работа над законом Идет уже семь лет». Конец цитаты. Так что годом больше, годом меньше. Кстати, как раз в эти дни Исполняется 11 лет Со дня начала 19-й партконференции, Где слова о коррупции И другие приятные слова Чуть ли не впервые прозвучали Из руководящих уст. Да еще и из каких. Почему выдвинули больного Черненко? Почему комитет партийного контроля, Наказывая за небольшие Относительно отклонения От норм партийной жизни, Побоялся и сейчас боится Привлечь крупных руководителей Республик областей За взятки, За миллионные ущербы государству И прочее. Причем наверняка, Зная о некоторых из них. Да, молодо зелено. Очищение партии, Борьба с коррупцией, Война с привилегиями. Конец 80-х. Мы с вами на митинге, Вы с нами в троллейбусе. Приятно вспомнить, Борис Николаевич. Конечно, ужасно, Не репло, бессмысленно, Ах, как бы начало вернуть. Начало вернуть невозможно, Немысленно и даже не думать. Забудь. Официальная хроника. Решение правительства Обложить налогом богатеньких автомобилистов Нашло поддержку в Совете Федерации. Теперь те, которые больше двух с половиной литров, Забашляют тем, у которых то же самое, Не меньше, но казенное. Хватит на мерседешек ездить, Пойдите в Жигули, И все будет в порядке. Сказавший это, Егор Семенович Строев Вышел из здания Совета Федерации, Сел в Жигули и уехал. Шутка. А впрочем, и кроме шуток, Отечественный автомобиль, оказывается, Может стать очень привлекательной машиной. Для отдельных клиентов. Об этом наш специфический репортаж сегодня. Сюда приезжают на мерседесах и джипах, А уезжают на Жигулях. Самые состоятельные клиенты Позволяют себе запорожить. В этот автосервис едут за экзотикой. Иностранцы обменивают здесь Свои мощные бесшумные автомобили На российские. Мужикам приключений хочется, экзотики. Надоели им все эти короткие автоматы, Сиденья с подогревом. Надоела вся эта электроника. Андрей открыл этот пункт обмена машин При своем автосервисе полгода назад. Собрал машины добровольцев-автолюбителей Соседних дворов И стал предлагать их иностранцам, Живущим в Москве. Желающие нашлись сразу. Сначала брали на прокат, Теперь солидный клиент, Присмотрев старую русскую машину, Забирает ее насовсек. Взамен хозяевам поддержанных Жигулей Достаются последние модели иномарок. Есть у Андрея и постоянные клиенты. Дэвид приезжает сюда каждую неделю На разных автомобилях И меняет их на наше отечественное. Это великолепно. Такие ощущения. Этот рычаг, к нему надо применять силу. Она вся гудит, сдрагивает на каждой яме. А ваши дороги? Я люблю Россию, считая, Чтобы понять вас, почувствовать, Надо ездить только на ваших машинах. У Дэвида есть мечта. Он хочет найти некогда популярный 408-й «Москвич». Непременно с родным двигателем. На нем он хочет доехать до Владивостока. Дэвид уверен, что это будет Увлекательнейшее путешествие. Пока же он довольствуется тем, что есть. Так на этой оке он решил добраться Пока хотя бы до Сибири. Аси Бекина, Вася Букин, телекомпания НТВ. И последнее. На днях французская прокуратура Выдвинула официальное обвинение Против мэра Парижа, Жана Тибери В злоупотреблении служебным положением. Выяснилось, что этот самый господин Тибери Тайно участвовал в финансировании Одной из партий. Вот она, Франция. Верх цинизма. Чтобы столичный мэр Участвовал в финансировании партий. Да у нас такое в голову никому не придет, слава богу. Будьте здоровы. Для нас автомобили были созданы Но вот пришли иные времена И день и ночь мы под машиной ползаем Мы служим ей, чтоб ездила она Автомобили, автомобили Буквально все заполонили